МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости. Информационную картину дня вам представят корреспонденты телеканала 1-й Карагандинский и Ягуль Нуржакен. Сегодня в выпуске. Карагандинская область усиливает гуманитарное сотрудничество с Францией. Аким Карагандинской области Ерлан Кушанов встретился с послом Французской республики Филиппом Мартины. Молодые кадры пополнили ряды карагандинской полиции. Департамент внутренних дел в торжественной обстановке привел к присяге 40 новобранцев. Еще 10 полицейским вручили офицерские погоны. 160 палуанов из 4 городов и 18 районов области прибыли в Караганду. В спорткомплексе Жастар стартовал областной турнир по Казахкурису. Отопительный сезон уже завершили в 4 населенных пунктах региона. Центральное отопление отключили в Актугайском районе, Балхаше, Приозерске и Каражале. Об этом шла речь на аппаратном совещании в областном Акимате. В Актугайском районе, а также в городах Балхаш, Приозерск и Каражал официально объявлено о завершении отопительного сезона. Об этом на аппаратном совещании заявил заместитель Акима области Анатолий Шкарупа. К 20 апреля отопительный сезон завершат и другие населенные пункты региона. Нет смысла затягивать завершением отопительного сезона. И по погоде, ориентируясь мы ориентировочно по северным регионам Караганда, Тимиртау, к 20 числу, наверное, тоже завершим отопительный сезон. А погода вот сейчас у нас более-менее наладилась и идет потепление. Поэтому эти города у нас должны тоже завершать для того, чтобы не вызывать недовольства наших граждан. У нас достаточно большая степень оснащенности общедомовыми приборами учета тепловой энергии. И каждый дополнительный день он будет через счетчик оплачен населением. Поэтому нет смысла отапливать. Также были озвучены данные по ремонту тепловых сетей. По плану объем работ составит 5351 километр. Для этого выделено свыше 24 миллиардов деньги. Общая стоимость ремонтной кампании будет равна 56 миллиардам деньги. Итоговое совещание по завершению отопительного сезона и планам на подготовку к следующему состоится в конце апреля. Анатолий Шкарупа затронул также тему благоустройства. 350 дворов, 8 парков и 81 сквер благоустроят в Карагандинской области в этом году. Для этих целей выделено более 5 миллиардов деньги. Пристальное внимание властей уделено и качеству работ. В Карагандинской области уже стартовал двухмесячник по санитарной очистке. Тем не менее, в городах и районах все еще остаются несанкционированные свалки. Особенно актуальна эта проблема для частных секторов. Заместитель Акима области призвал сотрудников полиции усиленно следить за соблюдением норм благоустройства и в случае необходимости налагать штрафы на нарушителей. Глава области Ерлан Кушанов рассказал об итогах работы специальной группы, которая выявила немало несанкционированных свалок. В выходные работали по городу Караганде. Есть альбом. Янатолий Вавилович, вам передам, передайте Акиму города. Полностью вот, где несанкционированного, свалки несанкционированные. Это только часть. И по другим городам сейчас это готовят. Через неделю я буду объезжать именно по этим точкам. Владимир Вавилович, посмотрите, примите меры. Сейчас аналогичные альбомы с перечнем всех несанкционированных свалок готовят в других городах и районах области. Их должны ликвидировать к 21 июня, когда закончится областной двухмесячник по санитарной очистке территорий. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Карагандинская область имеет тесные гуманитарные связи с Французской республикой. Однако французские инвесторы слабо представлены в Центральном Казахстане. Об этом и многом другом шла речь на встрече Акима Карагандинской области Ирлана Кушанова и посла Франции в Казахстане Филиппа Мартины. Территория Карагандинской области сопоставима с размерами территории Франции. Но не только этим уникален Центральный Казахстан. Богатые природные ресурсы, мощная производственная база. Обо всем об этом Аким Карагандинской области рассказал послу Французской республики в Республике Казахстан Филиппу Мартины. Наш регион в первую очередь это промышленный. Основы нашей экономики составляют черная и цветная металлургия, горнодобывающая промышленность, машиностроение. И по этим и другим позициям наша область, наш регион занимает ведущие позиции в стране. В целом внешнеторговый годовой оборот Карагандинской области составляет порядка 4 миллиардов долларов. Продукция экспортируется в более чем 50 стран мира, в том числе и во Францию. Глава области также отметил, что Франция является одним из основных инвесторов в экономике Казахстана. Однако в Карагандинской области французские партнеры представлены слабо. И мы заинтересованы в том, чтобы исправить ситуацию и поработать над развитием деловых связей между нашей областью и французской стороной. В гуманитарной сфере все нормально, между нами сотрудничество налажено более успешно. К примеру, по образовательным программам между университетами области и Франции, в первую очередь это медицинский государственный университет, работающий с вузами Франции в рамках студенческого обмена и обмена опыта. Несмотря на это, культурные связи между Карагандинской областью и Францией представлены довольно тесно. Достаточно сказать о работе культурно-образовательного центра «Французский альянс Караганды». Посол Французской республики высказался за расширение гуманитарного сотрудничества, в том числе и в области образования. Для нас крайне важно развивать связи в этой области, для того, чтобы долгосрочно были интересы людей, заинтересованные в сотрудничестве. Для этого надо, чтобы казахские и казахстанские студенты имели возможность приехать во Францию. На встрече также шла речь о богатом культурном наследии Сараарки, ее сакральных местах и природных достопримечательностях. Одна из основных миссий, с которой посол Франции прибыл в Караганду, стало вручение ордена академических пальм преподавателю французского альянса Караганды Александру Кашуро. Данная награда Франции вручается за заслуги в образовании и науке. В завершение встречи глава области Ерлан Кушанов вручил Филиппу Мартине книгу о Карагандинской области и памятные сувениры. Андрей Теншал, Карл Тенбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В мае прошлого года Аким Карагандинской области Ерлан Кушанов предложил создать научный совет, целью которого станет внедрение достижений науки в производстве. Уже в октябре первое заседание совета прошло в Карагандинском техническом университете. Второе заседание состоялось в Государственном университете имени Букетова. На первом заседании совета Аким Карагандинской области Ерлан Кушанов дал поручение на разработку конкретных мер и системных подходов к вопросам обеспечения взаимодействия науки и бизнеса. За время работы совета от вузов Караганды поступило свыше 50 проектов. Все они разделены по направлениям. Каждое из направлений будет рассматриваться в свой срок. Для внедрения на промышленных предприятий отобрано свыше 30 проектов. На сегодня для проработки возможностей практического применения их на предприятиях отобрано 36 проектов. Интерес по реализации данных проектов есть у таких предприятий, как Арселор Митл Тимиртау, Казахмыс, Сарака Энерджи и Дала Майнинг. В основном это проекты в сфере утилизации и переработки промышленных отходов, энергетики и ЖКХ, метрологии и усовершенствования процессов и освоения новых видов производств и другие. На совете особо подчеркнули, что не только научное сообщество предлагает промышленникам свои идеи, но и производственники обращаются к ученым для решения своих проблем. К примеру, уже составлено свыше 20 проблемных вопросов, решение которых требует внедрения новых технологий. По 14 вопросам карагандинские вузы и научно-исследовательские институты уже представили свои предложения. Одно из таких – технологии извлечения металлов из рудного техногенного сырья. Технология прямого извлечения металлов из рудного техногенного сырья разработчик КарГТУ, Апочиди Николай Константинович. Идея, которая была предложена, она выглядит для нас интересной, перспективной. Она позволяет не только извлекать ценные компоненты из неиспользуемых в настоящее время отвалов и шлаков, но и создать сырье для дополнительной товарной продукции. И при этом она, что интересно, экологично. На сегодняшний день данная разработка находится на стадии лабораторного образца. В ее нынешнем состоянии она пока для нас неприменима. Нужно будет для того, чтобы полностью понять это предложение применить уже промышленную эксплуатацию в масштабах Казахмаз. Металлургический гигант Арселор Миттл Тимиртауза интересовался пятью проектами индустриального университета. Это и экологические проекты, и проекты, связанные с автоматизацией некоторых производственных процессов. По части проектов мы уже работаем, ну, например, по системам управления электроприводов мостовых кранов. Это кандидат технических наук Гурушкин, это бывший наш работник, который как раз занимался этой тематикой, будучи работником компании. Сейчас он ушел в науку, в принципе, все его предложения, они приемлемы, будут внедрены очень хорошие предложения. Человек знает детально все проблемы производства, поэтому здесь для нас все понятно, а это будет внедряться. В Карагандинском государственном университете имени Букетова действует инновационно-технологический центр и центр конверциализации. Семь научно-исследовательских институтов, пять научных центров, студенческое проектно-конструкторское бюро, 15 научных лабораторий. Четыре проекта ученых уже внедрены на производстве, 18 проектов на стадии внедрения. 16 февраля на базе лаборатории инженерного профиля физико-химические методы исследования состоялась встреча с директором ТО «Акнар» птицефабрика Колчевым Виктором Александровичем. Были представлены лабораторные и опытно-промышленные установки по водоподготовке и очистке источных вод предприятий и по получению синтез газа из сельскохозяйственных отходов. Подводя итоги заседания, Аким Карагандинской области Герлан Кушанов положительно отозвался о работе научного сообщества с промышленниками. Глава региона пожелал участникам совета с каждым днем расширять взаимодействие. Я думаю, только так мы можем наладить нашу работу и двинуться вперед. Когда будет система, когда будет контроль. И лично я буду контролировать эту работу. Поэтому прошу активнее принимать участие наших ученых, молодых, других. Эта площадка для вас создана, я думаю, максимально нужно воспользоваться. В завершение работы научного совета состоялось подписание соглашения о взаимном сотрудничестве по развитию науки между Акиматом Карагандинской области и Фондом науки. Андрей Тенжа, Сулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Спонсор выпуска новостей – медицинский центр «Атлант», город Санкт-Петербург. В Караганде из Санкт-Петербурга доктор Бочиновский с 15 по 30 апреля лично проведет прием пациентов. Избавит от головной боли, мигрени, шума в ушах, межпозвонковой грыжи. Уберет причины хондроза, сколиоза. Использует уникальный швейцарский метод лечения. Торопитесь, запись ограничена. Телефон для справок – 365-00. Позвольте себе и своим детям жить без таблеток и операций. Звоните прямо сейчас – 365-00. В некотором царстве жили король и королева. Росли у них три дочери-принцессы. И вот однажды злая колдунья предвещала, что принцессы заболеют инфекцией. Но король с королевой узнали, что волшебная вакцина спасет их детей. И они никогда больше не заболеют. Завтра я поведу вас на прививку. А теперь пора спать. Подготовлено Национальным центром проблем формирования здорового образа жизни Министерство здравоохранения Республики Казахстан. С надеждой в сердцах. Так назывался фестиваль, организованный Обществом инвалидов НЭТ. Во Дворце детей и юношества состоялось красочное мероприятие, в ходе которого дети с ограниченными возможностями сумели продемонстрировать карагандинскому зрителю свои таланты. 17-летний Ансар Ахимбаев исполняет зажигательный танец. Его выступление на сцене явный пример того, что недуг не всегда помеха для творчества и самовыражения. Таких детей, как Ансар, в Обществе инвалидов НЭТ десятки. У каждого из них несколько раз в год появляется возможность выступить перед публикой, продемонстрировав свои таланты. Чтобы порадовать зрителей, эти особенные дети готовятся днями напролет. Постигший тонкости искусства танца Ансар отмечает. В следующий раз он предстанет перед зрителями в другом амплуа. Ну, я думал, стихотворение выучить просто, рассказать. А то учить танцы, да ну, это так тяжко. Потом болит. А у меня, видите, еще позвоночник, проблема, поэтому. Восьмой фестиваль «С надеждой в сердцах» собрал более 50 участников. В ходе мероприятия они удивляли гостей танцами и песнями. Чтобы выступить на сцене не хуже профессионалов, дети готовились долгое время. Председатель общества ОМЭД Валентина Власова рассказывает, работать с особенными детьми не так уж и трудно. Все, что нужно, это доброта, понимание и поддержка неравнодушных людей. Первое – доброта. Второе – понимание. Сейчас ведь очень сложно стало выживать, потому что, вы понимаете, причины для этих семей с ограниченным бюджетом семейным. Но у нас очень много в городе наших любимых спонсоров, которые помогают нам и материально, и духовно. Но самое главное – это глубокое понимание и любовь к этим детям с ограниченными возможностями. Посмотреть на успехи детей пришли не только их родственники, но и спонсоры, которые оказывают всяческую поддержку обществу ОМЭД. В завершении мероприятия они вручили семьям продовольственные пакеты, а также одарили участников фестиваля ценными призами. Радует то, что таких добротушных людей в шахтерской столице множество. На протяжении года спонсорскую поддержку обществу ОМЭД оказывает более 10 предпринимателей города. Товжан Лянова, Аман Кожанов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В рамках программы «Рухани Жангру» на базе детско-подросткового клуба «Жулдес» прошел фестиваль, посвященный формированию патриотизма у молодого поколения. Для местных жителей было организовано массовое гуляние и праздничная программа. Национальный танец хамажай, раскрывающий красоту и изящество девушек, угощения и душевные песни, воспевающие любовь к родине. Все это сделало фестиваль Оладала красочным и запоминающимся. На мероприятии царила необычайная атмосфера. Гости спешили отведать угощения и насладиться праздником. Об этом свидетельствовал нескончаемый поток людей. Подарить жителям близлежащих домов отличное настроение решили сотрудники стадиона «Шахтер». Они отметили, что главная цель фестиваля Оладала – это патриотическое воспитание. Главная цель фестиваля – это воспитание истинного патриотизма у людей, у населения. Это ознакомление нашего населения с традициями, обычаями казахского народа. То есть, кто знает, кто не знает. В программе фестиваля у нас сегодня концертная программа, подготовленная силами дворовых клубов города Караганды. Спортивные состязания, показательные выступления – все-все-все это подготовлено силами детского подросткового клуба города Караганды. Тарбия Абани пропускает фестиваль Оладала. Ее внуки второй год подряд выступают на фестивале с различными музыкальными номерами. Ей нравится наблюдать за тем, как маленьких детей увлекают национальными играми, видами спорта, традициями и искусством. Это мероприятие – отличный примет для молодого поколения. Им прививают любовь к своей стране, своему народу. В будущем это даст свои плоды. Наша молодежь будет воспитана лучшим образом. Я желаю, чтобы этот фестиваль проводился каждый год. Фестиваль прошел в рамках программы «Рухани Жангру». В ходе мероприятия джигиты мерялись силами, а прекрасная половина радовала гостей изделиями ручной работы на выставке декоративно-прикладного искусства. В планах организаторов сделать данный фестиваль традиционным. Товжан Лянова, Аман Кужанов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. К другим новостям. Карагандинские полицейские приняли присягу. На улице Олимпийская было организовано торжественное мероприятие, в ходе которого 40 молодых сотрудников поклялись с честью служить Родине. А еще 10 новоиспеченных офицеров получили первые звания. С самого утра на улице Олимпийская раздавались звуки строевых песен. Торжественное мероприятие с участием 800 сотрудников Департамента внутренних дел Карагандинской области было приурочено к двум важным событиям – принятию присяги и присвоению новых званий. Марш, гимн, выступление оркестра – все, как требует того устав. В торжественной обстановке 40 молодых сотрудников полиции поклялись стоять на страже порядка и служить своей стране, проявляя доблесть и отвагу. Новоиспеченных полицейских поздравил начальник Департамента внутренних дел области генерал-майор полиции Мергенбай Жапаров. Уважаемые молодые сотрудники и гости, сегодня для вас очень важный день. В преддверии празднования 20-летней столицы Остану вы принимаете присягу в обморку в департаменте Республики Казахстана. Принимаем присягу, вы приедете служить своему народу в поколисти и чести, а в русском уху нет служения Бога. Помните, что главное качество любого полицейского это предстоит любовь к нашему отечественному Республику Казахстана в токаре сознание и службу, ответственность за выполнение своего Бога и объединение силы, глуха и воли, долгая грамотность. Служба в полиции – мечта многих мальчишек. Однако воплотить детскую мечту в жизнь получается далеко не у всех. Работа в департаменте внутренних дел – одна из нелегких. Нужно с честью выполнять свои служебные обязанности, показывая на своем примере, каким должен быть гражданин и настоящий патриот своей страны. Пополнившие ряды полицейских молодые люди признали, что их переполняет радость и гордость. Радость, потому что я сюда устроился, работаю. Вообще защищать народ, соблюдать закон. На мероприятии чествовали и более опытных сотрудников полиции. Десять новоиспеченных офицеров получили первые специальные звания. По окончанию торжественной части мероприятия бойцы специального отряда быстрого реагирования продемонстрировали свои профессиональные навыки в ходе показательного выступления. Мероприятие завершилось строевым маршем. В спорткомплексе «Жастар» стартовал областной турнир по Хазах-Крюсе. 160 полуанов из четырех городов и 18 районов нашей области прибыли в Караганду, чтобы побороться за призовые места в десяти весовых категориях. Турнир «Сарар-Крюсе» проводится на традиционной основе. Состязание позволяет определить лучших полуанов региона, которые впоследствии защищают честь Карагандинской области на республиканской арене. В этом году участие в турнире приняли 160 спортсменов. Стоит отметить, что Карагандинская область обладает наибольшим потенциалом в данном виде спорта. Карагандинские полуаны никогда не возвращаются без призовых мест, отметил главный судья турнира Нурмухамеджи Элаубай. Если говорить о Карагандинской области, то уровень подготовки наших спортсменов очень высок. Они всегда возвращаются с республиканских турниров, заняв призовые места. В этом есть и заслуга тех людей, которые всячески поддерживают наших полуанов. Они спонсируют их поездки на турниры и соревнования. При такой поддержке спорт развивается очень стремительно. Олег Комков занимается «Казахшак-рес» уже 9 лет. За эти годы он сумел оточить свое мастерство и завоевать призовые места на турнирах различных масштабов. Молодой человек мечтает попасть в сборную Казахстана. Спортсмен считает, что продвигать нужно именно национальные виды спорта. Этот спорт развивает гимнастику, ум. И он национальный вид спорта. И я его продвигаю. Как бы нужно всем заниматься этим спортом, поддерживать национальные игры и борьбы. Стоит отметить, что отбор на республиканский турнир «Казахстан-Барсы» состоится на следующий день. Для участия в данном турнире отберут двух сильнейших кандидатов, которым предстоит отстоять честь нашего региона. Тухжан Лянов, Шалкар Алтенбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. С нулевым счетом завершилась очередная выездная встреча футбольного клуба «Шахтер» с командой «Атрау». Несмотря на атакующую игру, голов в этом матче зрители не увидели. Карагандинский «Шахтер» в матче пятого тура премьер-лиги на выезде сыграл в ничью с футбольным клубом «Атрау». Матч прошел на резервном стадионе нефтяников. Зрители на «Том Орлы» так и не увидели забитых голов. 0-0. Комментируя игру, наставник «Горняков» Владимир Журавель заявил, что у обеих команд было огромное желание победить. Огромное желание обеих команд. Мотивированы. Хотели победить, поэтому, наверное, только счет 0-0 может вести заблуждение тех, кто не видел футбол. Свой отпечаток наложило качество поля, наверное, достаточно специфическое. Как следствие, у нас не совсем получался контроль мяча. Дробило, то есть видно, что соперник лучше адаптирован к своему полю. И здесь преимущество свое поимел, поэтому достаточно большое время находились под давлением, серьезным давлением. Мы его выдержали, не пропустили. Но, к сожалению, те редкие моменты, которые у нас были, не смогли использовать. Такого же мнения придерживается и главный тренер команды Атырао. Он заявил, что игра была интересной. Она держала зрителей в напряжении до последней минуты. Ну, что сказать по игре. Я думаю, что игра была интересной, держала в напряжении до последней минуты, до последней секунды. И, надеюсь, для зрителей было довольно-таки интересно, может быть, без массу голевых моментов. Но в темпе, в давлении, я думаю, что мы все-таки превосходили команду «Шахтер». И, по моему мнению, все-таки заслужили чего-то большего. Таким образом, горняки заработали одну очко и сохранили пятую позицию в турнирной таблице. Далее подопечные Владимира Журавеля в рамках 1-8 финала Кубка Казахстана сыграют против Петропавловского Кызылжар СК. Встреча состоится 18 апреля в Темиртау на стадионе «Металлург». Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. О новостях на сегодня все. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Аман Соболстер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова